Видимо, сегодня работать долго, и тем не менее продолжаем сегодняшний симпозиум, и с огромным удовольствием. Я бы хотела предоставить слово для доклада Андрею Петровичу, но он к нам должен подключиться вот в течение нескольких минут. Поэтому, уважаемые коллеги, может быть мы с вами тогда начнем потихоньку отвечать на вопросы. Ответы на вопросы. Когда присоединять антибактериальную терапию, какие есть клинические для этого показания, мы понимаем, что говорим о коронавирусной инфекции. Присоединился к нам Андрей Петрович? Все в порядке. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами продолжаем. Я бы хотела с огромным удовольствием в зале Пермь предоставить слово для доклада про Деус Андрею Петровичу, который является доктором медицинских наук, профессором, профессором медицинского института имени Канта и является главным детским аллергологом-иммунологом Министерства здравоохранения Московской области. Андрей Петрович представит нам интереснейшую тему инфекции и иммунитет, новые реалии терапевтической практики в период пандемии. Андрей Петрович, вам слово. Спасибо большое, спасибо. Конечно, очень жаль, что сегодня не 4 докладчика, а 3, но с другой стороны у нас чуть-чуть больше времени у каждого из нас как докладчика. И я впервые, как бы сказать, на вашей конференции. И я с большой радостью поделюсь какими-то своими воззрениями. В педиатрии, как бы сказать, я работаю много лет, но вы понимаете, у иммунологов-аллергологов нет деления на детских и на взрослых. У нас есть иммунные заболевания. И я очень счастлив, что у меня есть возможность сегодня с терапевтами и специалистами по заболеваниям легких и по заболеваниям сердца поделиться тем, что мы знаем с точки зрения иммунитета. И как раз оценить это с позиции некоторых разниц и особенностей течения инфекционных процессов у детей и взрослых, потому что это еще раз подчеркивает, насколько понимание иммунных механизмов в этом отношении важно. Понимаете, я часто начинаю с некоторой преамбулы. Вот есть такой один мой любимый писатель, Михаил Михайлович Живанецкий, он говорит, что если человек знает, что он хочет, значит, что он или много знает, или мало хочет. В общем-то, а мы обычно хотим много и знаем, не так, что очень, но желания у нас всегда перегоняют ситуацию. И у нас запрос обычно бывает от наших пациентов. Чаще всего хотим мы иметь иммунитет, иммунитет такой должен вообще быть активный. И 100% в сезон, особенно вирусных инфекций, у нас вопрос такой, хотим полечить вирусы и хотим поднять иммунитет. Понимаете, это как бы стандартный такой запрос. И в период коронавирусной пандемии это стал еще больше вопрос. Но тогда вопрос возникает, а стоит ли будить иммунитет, и в каком случае его стоит будить? Надо ли этого белого медведя будить? И как тренировать этот иммунитет, если мы хотим его каким-то образом сделать нормальным? Вот Дракула, например, на осине лежит и тоже решает выработать иммунитет. Большинство из нас мы, как бы сказать, тренируем наш иммунитет следующим образом. Имбирек, ремончик и так далее. С точки зрения врача-иммунолога, который любит микробиоту, я считаю, что вот такой способ тренировки иммунитета наиболее, наверное, подходит. Потому что это как раз натуральная тренировка, возникающая в процессе развития и роста ребенка, как раз обмен микробиотой. Но вы понимаете, это двуликий янус, это двуликая ситуация, связанная, с одной стороны, с активацией иммунитета. Потому что мы уже знаем, и коронавирусная эпидемия дала нам понять, что пациенты в основном погибают или имеют серьезные клинические проявления не из-за того, что у них идет прогрессивная инфекция, а из-за того, что развивается уже иммунопатологическое состояние. Как уже сегодня было сказано, цитокиновый шторм или броникининовый шторм. И поэтому это вопрос какой? Что есть вопросы иммуностимуляции, есть вопросы, связанные с иммуносупрессией. И вопрос иммуносупрессии вроде тоже нехорошо, потому что если иммунитет будет неадекватен, то возникает возможность быть инфицированным или быть возможность иметь какие-то клинические проявления, связанные с другими оппортунистическими инфекциями, которые дают вот эту суперинфекционную проблему, особенно у пациентов из группы риска. А это пациенты с бронохолебочной патологией, сердечно-сосудистой патологией, с лишним весом, с диабетом второго типа и так далее, и так далее, атеросклерозом. То есть, соответственно, есть как бы сказать, вот эта вот мышь и есть сыр, вот этот вот сыр в мышеловке, когда надо понимать, хочешь ты иммунитет сильный, активный или который гипериммунный. Между прочим, заранее, так сказать, некоторый спойлер, понимаете, у нас пациенты, и мы специализируемся на пациентов с иммунодефицитом. Так вот, слава богу, серьезных проблем с коронавирусной инфекцией у пациентов с иммунодефицитом у нас до сей поры не было. Почему? Да потому что во многом из-за того, что часть из них не может или не сможет развить цитокиновый шторм, особенно при тяжелом течении. Они просто, у них нет возможностей таких, у них клетки будут по-другому отвечать, и оказалось, что это некое благо с точки зрения иммунной системы не иметь возможности развить вот такую гипериммунную реакцию, которую они бы в другом случае имели место развить. Но в то же время мы понимаем, что есть понятие иммунодефицитного состояния, первичного, вторичного, давайте, так сказать, не будем сейчас дифференцировать этот вопрос, но каждый врач своей практики имеет эту ситуацию. Есть те риски, с которыми мы встречаемся в этом отношении иммунодефицитного состояния. Терапевт, хирург, и все равно так или иначе он может встретиться с такими больными и встречается. Я воспользуюсь возможностью выступить перед терапевтами, даже на сессии про ковид, сказать, что у нас есть некоторые прописные истины с точки зрения наличия иммунодефицитных состояний. Притом, это не вопросы детской практики, это вопросы взрослой практики, потому что примерно половина так называемых общих вариабельных иммунодефицитов первичного характера, они начинают манифестировать во второй, даже в третьей декаде жизни. А это как раз пациенты, которые ходят к вам и болеют ниже от ковидов. И вот, соответственно, вопрос в том, что когда мы говорим об этой гетерогенной группе заболеваний, то сейчас мы приходим к МКБ-11, и я вам покажу, что такое фенотипическая классификация МКБ-11. Вот этим мелким шрифтом написаны разные заболевания, которых у нас сейчас уже более 400 номенклатур, которые относятся к иммунодефицитным состояниям. Я специально вам не детализирую этот вопрос, потому что все равно, так или иначе, вы уже в следующем году в МКБ-11 это увидите. И половина МКБ будет состоять из иммуноопосредственных заболеваний, и, в общем, поделенных на вот эти состояния. При этом, посмотрите, это то, что я говорю о первичных иммунодефицитах, не говоря о состояниях, которые являются иммунокомпрометированы вследствие вторичных нарушений иммунитета, вследствие заболеваний и других клинических состояний. Так или иначе, у нас есть компоненты диагноза, когда мы говорим об иммунодефиците. Я все равно сейчас приду и к ковиду, и к инфекциям, и заболеваниям легких, в частности, потому что я даже покажу некоторые экспериментальные работы, которые делали мои близкие друзья и коллеги. Я хочу показать, какие... Я очень рад, что первый доказательный был о пульмологических вещах, потому что это как раз очень хорошо соотносится вот в этом отношении. И мы теперь понимаем разницу между педиатрической популяцией и взрослой популяцией. И мы хотим понимать, мы хотим узнать все, что возникает, как бы сказать, у пациента. И они хотят там исследовать свой иммунитет и сказать, что будет вот так или это. И действительно, мы знаем, что мы можем сделать иммунограмму, но делать каждому иммунограмму пациенту, например, с коронавирусной инфекцией, может быть, не имеет смысла. Тем более, что вот эта базовая иммунограмма, как выясняется, она не все дает. Вы можете взять таблетки от жадности, у вас будет, так сказать, еще что-нибудь. Вы можете сделать вот эту иммунограмму, которую мы делаем нашим пациентам с более углубленного характера. Там порядка 80 показателей. Но возникает другой вопрос. Возникает тогда вопрос, где ты найдешь человека, который тебе интерпретирует, привяжет пациенту и будет еще адекватные советы давать. И у тебя будет адекватная клиническая тактика после того, как ты это все посмотришь. В этом отношении получается так. Мы для себя понимаем, в каком отношении по простому, в общем-то, определить, насколько функционально и не функционально работает иммунная система. И да, действительно, есть разные уровни этой диагностики, но лекция сегодня не об этом. Могу сказать так, что если у пациента есть особенности иммунного ответа, мы исключаем некоторые особенности хронической патологии, делаем общий анализ крови, измеряем уровни иммуноглобулинов и смотрим молекулы трек и хрек. Это делается ПЦР. Если кто-то первый раз слышит об этих треках, но мы пользуемся уже года последние три, два года, как это все зарегистрировано, чуть позже расскажу об этом. Но принципиально хотелось бы сказать, что есть в принципе разница между детьми, между взрослыми и между людьми 65+, потому что у них по-разному этот процесс течет, особенно с точки зрения развития патологии в легочной ткани, о которой сегодня прекрасно был доклад. И, к сожалению, часть этого доклада была сделана на аутопсиях, которые, в общем-то, из-за хорошей жизни не бывают. Но так или иначе, вы видите, есть сначала первая стадия, когда инициальная стадия, и в отличие от других ситуаций коронавирусной инфекции, в отличие от других вирусов ОРЗ, имеет вот этот латентный период, что называется, продромы и инкубационного характера, когда иммунная система решает, по какому идти ситуации с воспалительностью. Есть инициальная стадия, есть прогрессивная стадия и вот эта гипервоспалительная стадия. Да, у детей мы видим, крайне редко мы видим, и это, скорее, случай исключения из правил, которые подтверждают правил, так называемый мульсисистемно-воспалительный синдром. Крайне редкая ситуация, в принципе, так же точно, как синдром Кавасаки, который, допустим, мы видим как осложнение некоторых вирусных инфекций. До сих пор со всеми прогрессами науки мы не знаем причину возникновения, почему возникает мульсисистемный воспалительный синдром, у кого и с какими бэкграундами, и почему возникает синдром Кавасаки. Но вот вопрос контроля этого воспаления и гипервоспалительного ответа, особенно у пациентов пожилых и из группы риска, это вопрос другой. Там есть определенные вещи. И вот этот вопрос возникает, когда есть вот эти коморбиды, то есть когда есть сопряженные вещи. И мы понимаем, что да, вкратце, если сказать, у детей другая плотность, есть два рецептора, другая плотность вот этого трансмембранного СС-2 домена, который доправляет фактически коронавирус в клетку человека. И у детей с этим ситуация проще, потому что нужно как раз, как минимум, кластер из трех рецепторов. И в этом отношении у них просто плотность этих рецепторов другая и возможность инфицировать меньше. И здесь в этом отношении мы понимаем особенности детского возраста. Но есть и другая ситуация, что вопрос развития, и уж извините за такой сложный иммунологический рисунок, но смысл здесь один. Что в зависимости от того, как идет воспалительный ответ, каким образом это активируется, и идет ли ответ по так называемому TH1, когда идет секреция провоспалительных цитокинов, таких как интерлекин-1-бета, интерлекин-6, и идет тогда образование вот этого цитокиново-терапротикининового шторма. У детей же этой ситуации не возникает, потому что у них практически интерлекин-10 секретируется, интерлекин-13, и блокируется активация интерлекина-1-бета, и фактически получается и инфицировать сложнее, и развитие идет по другому пути. И тогда из этого цитокиново-шторма происходит маленький штормик, что, в общем-то, отражается очень на интересных вещах. И прогностически в клинике это видно. Иммунный ответ, который есть у пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, и у детей, и у взрослых, особенно если посмотреть их иммунный ответ, то у взрослых возникает стойкое лимфопеническое состояние, которое выражается в лимфопении и по 7-4 клеткам, и по 7-8 клеткам, ну и по общему количеству лимфоцитов. А это вопрос, который уже связан с характером иммунного ответа. И вот эта лимфопения является негативным прогностическим фактором. А у детей, на самом деле, когда начали исследование, и один из первых работ, которые сделали китайцы, опубликованную в New England Journal of Medicine, только 6 из 171 ребенка с более-менее выраженными проявлениями ковида, такие проявления оставались в виде лимфопенических до пятого дня заболеваний. И что самое интересное, если делать вот эти вот бронхолевиолярные лаважи, крововоспалительные цитокины легких сохраняются, интерлекин-1-бета, интерлекин-6 у взрослых выражен, и статистически достоверно различие. А у детей все наоборот. Интерлекин-10, интерлекин-13 и ВИДЖФ, ВИДЖФ, химокин-ВИДЖФ. Соответственно, если вы посмотрите на экспериментальных моделях, которые делали мои американские коллеги, то когда они делали модель, что называется человеческой коронавирусной инфекцией, и на самом деле сейчас эти модели есть и на мышах, но самой лучшей моделью оказались сирийские хомячки, то оказалось, что вот посмотрите, если мы берем вес легких как некий критерий отека и ЭДМ, оказалось, что молодые особи и пожилые особи имеют очень разную тенденцию. И вот посмотрите, как выглядят. Я, как бы сказать, к сожалению, так сказать, ну, с горем смотрел на аутопсии, а здесь, слава Богу, показатели именно животных, но вот здесь, посмотрите, взрослые особи, тяжелейшие как раз картина легких, они черные, темные, они не работающие, в то время, когда молодая особь, четырехнедельная, спокойно ситуацию разрешала, и на пятый день легкие уже приобретали, более-менее приличную ситуацию. А морфологически, посмотрите, некротические клетки есть, вирусом они поражены, да, они есть, но тип воспалительного ответа совершенно другой. И в этом отношении, уж поверьте, мы с профессором Болдиной не обсуждали и не разговаривали ничего, но я счастлив, что она показывала части рисунков, которые очень относятся с теми вещами, которые я сейчас говорю, что вопрос именно метрофильного воспалительного ответа идет у взрослых особей, иммунонуклеары, те, которые действительно занимаются ответом, секретируя как раз интерлекет 10-й и 13-й, у более молодых животных, что фактически говорит о детях. Соответственно, что мы получаем в этом отношении с точки зрения клиники? У взрослого мы действительно имеем более быстрое заселение вирусом клеток и в циркуляции, и везде. Тем более, что если есть отягощенный анамнез, в видеотросклероза, который есть для меня, как для иммунолога, есть равно хроническое воспаление в эндотелии. Я думаю, что вряд ли с этим и кардиологи, и пульмонологи будут спорить. И это будет вести к тому, что человек с ожирением, диабетом второго типа, жир является фактически некой такой торфянником, с моей точки зрения, который постоянно клеит и горит. И в этом отношении только, извините, брось спичку, пожар начнется. Даже при том, что можно считать, иммунная система может быть недостаточно активированной. А у детей в этой ситуации все идет по-другому, поэтому разрешается быстрее. И эластичность сосудов больше, и проницаемость другая, и активность другая. В общем, есть вот эта та самая некоторая радость, по крайней мере для нас, как для детских врачей, которая протекает по-другому с иммунным ответом. И в этом отношении, посмотрите, когда иммунолог ставит вопрос, а все ли хорошо в иммунном ответе или нехорошо в иммунном ответе, в общем-то, все вот эти нюансы развития Т-клеток, Б-клеток из клетки предшественников, это очень важно. Но очень важно понимать, что на самом деле находится в периферии, вот здесь вот. Потому что в клинической практике нам надо просто понять, действительно работает иммунный ответ или нет. У Ивана Ивановича есть ответ, а у Ивана Петровича, который лежит в этой палате, нет. И тогда прогноз и терапия может быть действительно разные. И вот в этом отношении мы научились это делать. Мы умеем померить способность костного мозга в каждый отдельный момент времени для Пети, Саши, Маши оценить, насколько хорошо работает иммунный ответ. И это делается путем определения, насколько созревает клеточный рецептор, точно так же, как Б-клеточный рецептор. Не буду сейчас вдаваться в генетические подробности, потому что есть понятие образования так называемых Т- и Б-клеточных эксцеркционных колец, когда идет созревание вот этих Т- и Б-клеток. Но в конце концов получается так, что мы научились определять вот эти маркеры, недавно мигрировавших на периферию Т- и Б-клеток. Потому что если сохраняется инфекция, или клетки плохо работают, Т- или Б-клетки, то в этом случае жди беды. И эта беда будет в нарушении регуляции ответа, потому что его надо контролировать, или в ослаблении иммунного ответа, что приведет к другим вещам, о которых я сейчас расскажу. Это меряется простой ПЦР-реакцией, которая стоит, извините, дешевле, чем анализ крови. Поэтому это не то, что какая-то супер-упер-генетика, это взял, купил ПЦР-тест, вот такой называется иммунобит, и вот есть там реагентика, которая просто делается реал-тайм ПЦРом, который есть сейчас, по-моему, в любой больнице, и ты получаешь вот такую кривульку, которая тебе дает ответ, работает ли Т-клеточные Т-клетки, или не работают Т-клетки, работают Б-клетки или не работают. Вот если они не работают, тогда ты дальше начинаешь уже изучать и копать. Это разрешено для клинического использования, для оценки и так далее. Но вот так выглядит печаль, что у нас люди, в общем-то, про иммунитет хотят знать, но померить его не могут. Почему я теперь говорю, например, о коре? Посмотрите, еще в 2007 году американцы запрещали, так сказать, пациентов с открытыми или вообще с клинически выраженными заболеваниями, таких как, извините, коре и туберкулез. Интересно. И они еще тогда про ковид не знали. На самом деле у нас сейчас с ковидом, так сказать, плохо летали. Но тут возникла ситуация какая, что почему я, так сказать, на эту тему внимание большое уделяю? Потому что на самом деле мы столкнулись с точки зрения иммунодефицитных пациентов. Это так называемая латентная туберкулезная инфекция. И если идет нарушение иммунного ответа, то как раз имеются шансы проявить вместо того, что латентная туберкулезная инфекция, латентная есть равно некий баланс между тем, что иммунная система будет контролировать процесс и сам по себе микобактерии туберкулеза будет, ну, просто, так сказать, спокойно себе существовать в пределах организма, а потом это будет проявляться в виде серьезной выраженной клиники. Так вот, мы знаем, что больные с ВИЧ-инфекцией, с трансплантацией органов, с силикозом, недавно инфицированной, они в большем риске проявить клинически проявленный туберкулез, и у них будет обострение. Соответственно, что мы сейчас имеем? Мы имеем пациентов, которые, например, со средне-тяжелым-тяжелым ковидом все получали гормоны в виде терапии. Соответственно, есть вероятность у них проявления перехода латентного туберкулеза в проявленный? Да, конечно. Есть ли при нарушении вот этого иммунного ответа, при этом иммунном дисбалансе опасность проявления этого дела? Конечно, есть. Тем более, что, посмотрите, с точки зрения рисков возникновения, даже просто сам по себе сахарный диабет, терапия глюкортикостероидами, практически в пять раз увеличивают риски возникновения активных форм туберкулеза. А за этим, извините, пожалуйста, мы, например, в педиатрической практике сейчас имеем тяжелые времена, потому что мы практически половину года выкинули с точки зрения нормальной вакцинации, нормального мониторинга этих пациентов. И сегодня уже не раз было сказано, что нормальное наблюдение за пациентами из групп риска стало нарушаться. И вот я услышал сегодня в лекции, что я, к сожалению, подозревал и видел это по своим пациентам, что пациентов стало меньше, но пациенты стали на порядок тяжелее, и у них стали тяжелее симптоматика, потому что они не получали стандартной своей помощи. И, в общем говоря, латентный туберкулез – это фактически только истинный туберкулез, это верхушка айсберга, потому что один к тысяче людей, которые являются носителем и являются людьми, которые имеют этот латентный туберкулез. То есть в этом отношении, как иммунолог, который, в общем-то, имеет дела с нетипичными инфекциями и с различными инфекционными процессами, со своеобразным течением, могу сказать так, что в этом случае нам надо а, понимать, как работает иммунная система, я уже говорил, о том, что в принципе понять в этом отношении, будет или не будет, есть ли инфекция или нет, продуктивная или нет, по ПЦРу, к сожалению, мы не поймем с точки зрения туберкулеза. Между прочим, это ровно такая же ситуация в некоторых случаях при коронавирусной инфекции, потому что ты просто не попал или есть какие-то вещи, когда у тебя есть ложный негативный процесс. И на самом деле, например, в педиатрии, если, так сказать, я не открою вам Америку, мы иногда видим позитивный высев, извините, из кала, из эпителия другого, а не из носа и зева. И это совсем другая ситуация, но мы, да, можем найти патоген, но патоген не всегда находится. И в этом отношении появляется необходимость исследовать это дело. Да, мы знаем, есть реакция МАНТУ, есть диаскин-тест, но у пациента с иммунокомпрометированной, у которого есть измененный иммунный ответ, а еще тем более, если он получал, например, тот же самый дексаметазон, я ему не буду делать кожную пробу, я не смогу это сделать, потому что она тоже будет ложно-отрицательная. Почему? Да потому что это клеточный иммунный ответ, который у этого пациента вряд ли будет отхватить. Соответственно, что мне остается делать? Мне остается делать только так называемые игротесты, тесты на определение, скажем так, активации продукции интерферонов клетками. У нас в России есть два зарегистрированных типа теста, это квантифероновый и тиспот-тест. Фактически, это почти то же самое с точки зрения диаскина, да, есть выбор двух конкретных антигенов, и вот эти тесты, они выявляют секрецию интерферона гамма мононуклеарными клетками периферической крови. Но тут возникает вопрос, а насколько эти периферические клетки активны или неактивны? Поэтому я прошу обычно сделать иммунологический анализ, например, тех же самых треков-креков, которые, опять же, стоят тысячу рублей, а не три тысячи или четыре или пять, как проточная энцетометрия, и потом сделать, соответственно, тиспот, для того, чтобы определить, насколько у человека есть проявленные уже или изменения состояния с латентной формой туберкулеза на клинически проявленную форму туберкулеза. То есть, в общем-то, по сути дела, это тот предупреждение серьезнейших проблем, потому что без обиды коронавирусной инфекции хочу сказать, что все равно от туберкулеза умирает в настоящее время в мире все равно больше людей, и это большая проблема, при том, что есть службы, есть вакцинация, есть терапия, но туберкулеза равно остается огромной проблемой, особенно для пациентов иммунно-прометированных, и особенно с ВИЧ-инфекцией, а в России, извините, ВИЧ тоже никто не отменял, они существуют. Поэтому, в принципе, мы должны понимать, что когда у тебя есть развитие иммунного ответа, тебе, как врачу клиническому, неважно, ты кардиолог, или ты пульмонолог, или ты гастроэнтеролог, в принципе, надо понимать, что происходит с иммунным ответом. Тем более, я всегда говорю, какие самые тяжелые тракта, это болезнь крона, это няк, это миокардиты, воспалительные заболевания сердца у кардиологов, серьезнейшие вопросы. У пульмонологов, я уж не говорю о бронхиальной астме, я говорю, если мы говорим о альвеолитах, бронхиолитах, это тяжелые заболевания, которые имеют иммунно-патологические механизмы, поэтому понимание этого процесса нужны. И миссия может быть выполнена с точки зрения активности и оценки пациента. Только после того, как ты понимаешь, каким образом возникает у него иммунный ответ, когда ты понимаешь, что такие инфекционные процессы, как оппортунистические инфекции, как латентный туберкулез, имеет место быть, особенно в течение пандемии коронавирусной, мы не должны забывать, что пациенты, позитивные по микробактерии туберкулеза, могут в этом отношении иметь те самые осложнения, о которых все говорили. И ковид тогда будет нам казаться вообще цветочками, а ягодки, это будут другие состояния. Уж простите меня за это. Спасибо большое. Я надеюсь просто, что я не сильно перебывал по времени, хотелось очень много рассказать, но вы приглашайте больше, я буду рассказывать про разные вещи, связанные с иммунитетом и разными соматическими заболеваниями, относящиеся к терапевтическому крови. Спасибо. Спасибо огромное, Андрей Петрович. Ваш доклад для нас, клиницистов, принципиально важен, поскольку я лично, я думаю, что многие мои коллеги получили ответы, именно клинические ответы на вопрос, как взаимосвязана инфекция с изменениями иммунитета у детей и взрослых, коронавирусная инфекция, туберкулез и так далее. Поэтому спасибо огромное за Ваш доклад, такой патогенетический основ, полагающий говоря об инфекции иммунитета.